В жаркий летний день так приятно присесть отдохнуть на террасе какого-нибудь ресторанчика, желательно на берегу моря или хотя бы у реки, и заказать большую тарелку свежих устриц или морепродуктов или что-то в этом духе. И как вы думаете, чего не хватает в этом сценарии? Правильно, бокала легкого освежающего вина, которое выгодно оттенит этот прекрасный летний день. И сегодня я расскажу о вине, которая идеально подходит на эту роль. Называется Гави. Интересно? Меня зовут Алексей Капуста, я создатель винной школы онлайн Vitis Pro. Если вы хотите разбираться в вине лучше, чем сейчас, подписывайтесь на этот канал и ставьте лайк этому видео, потому что мы выпускаем ролики каждую неделю, говорим о вине человеческим языком и делаем это увлекательно. Прежде чем поговорить об этом вине, я хочу немного с вами поиграть в угадайку. Как вы думаете, откуда пошло название Гави? Сорт винограда, местность или ваши варианты? Пишите в комментарии вашей версии. А я пока, чтобы поддержать немножко эту интригу, скажу, что вино очень популярное. Его любят пить английская королева, папа римский и другие знаменитости по всему миру. Ладно, не буду вас больше томить. Гави – это крошечная винодельская область в итальянском регионе Пьемонт. Она находится вблизи границы с Лигурией, а от моря ее отделяют всего каких-то 30 километров. Представьте себе, эти живописные холмы, на которых растут виноградные плантации, с моря дует ветер, дающий им нужную влажность. Жаркое солнце хорошо прогревает плантации, помогает набирать нужное количество сахара. А из почв, богатых известняком и железом, виноград набирает множество ароматических веществ. Делают гави из винограда, который называется кортезе. Так сложилось, что в этой местности, в этой климате он отлично раскрывает весь свой потенциал. Его высокие лозы прекрасно себя чувствуют и на холмах, а потоки влажного воздуха с моря помогают сформировать вот тот самый аромат, за который многие любят и ценят гави. Но к вкусовым качествам этого вина мы еще вернемся, а пока немного разберемся с классификацией. Сегодня вина гави имеют маркировку D.O.C.G, что означает наименование контролируемое и гарантируемое по происхождению. То есть в иерархии итальянских вин это высшая ступень. Делают его всего 11 коммун и среди них есть только одна, у которой есть эксклюзивное законное право ставить на этикетку надпись гави ди гави. То есть это буквально означает гави из гави. А винодельня это называется ла сколка. Как вы думаете, что значит эта эксклюзивная пометка? Существует мнение, я бы даже сказал, что это миф, что гави ди гави это лучшее из гави. Более того, что только эта гави истинная, каноническая и прекрасная. Это заблуждение. Все вина из этой местности и качественные, достойные внимания. И на слепой дегустации вы вряд ли отличите образец гави ди гави от просто гави. Почему же тогда у винодельни ла сколка есть такое эксклюзивное право и что оно обозначает? Дело в том, что эта коммуна первая начала разливать по бутылкам вина гави еще в далеких 1950-х годах. То есть они были первыми, кто по сути выделил вина этого субрегиона в отдельную категорию. И за эту заслугу у них есть привилегия ставить на свои бутылки вот эту гордую пометку гави ди гави. За время своего существования вино гави успело покорить немало сердец. И не зря его называют королем пьемонтских белых вин. Некоторые даже именуют его пьемонтским шабли. Ох уже те аналогии. Суава – это веронская шабли, а гави – это пьемонтские шабли. Сколько можно? Ведь у каждого из этих вин есть свой неповторимый характер и лучше не сравнивать их между собой и не проводить эти странные параллели. Ну, мне так кажется. Гави достойна отдельного внимания. За что любят это вино? Свежесть, легкость, которые всем нам так хочется в эти жаркие дни. В бокале гави вы сможете почувствовать нотки спелого яблока, лимонной цедры, персика, мускатной дыни, белых цветов, луговых трав. А еще где-то на втором носе вы можете уловить аромат мокрого камня. Ну, знаете, как пахнет он после теплого летнего дождя. В общем, дегустируя вино, вы будете нюхать лето и пробовать его на вкус. Кстати о вкусе. В нем чувствуется тоже присутствие этих же фруктов, нотки миндаля и яркая освежающая кислотность. Прелесть в том, что все эти нотки, которые можно уловить гави, они не навязчивые, тонкие, деликатные. Это вино не кричит о себе, оно подает себя аристократично и благородно. Кстати, немногие знают, что кроме привычных тихих вин, в гави делают еще и гристые. Производят их по методу шарма, то есть вторичным брожением в больших стальных резервуарах. А на этикетке таких вин написано фризанты. Легкие, сбалансированные, с нежной игрой пузырьков, хорошей кислотностью, легкой горчинкой, эти вина тоже идеально вписываются в жаркий летний день. И вот мы подошли к еще к одному вопросу, очень интересному. С чем же пить гави? Эти вина просто созданы для аперитива или основной трапезы с легкими летними блюдами. Они отлично сочетаются с морепродуктами, пастой, молодыми сырами и овощными салатами. Ну а в завершении я хочу спросить у вас, дорогие мои зрители, вы пробовали гави? Если да, то напишите в комментарии ваши впечатления, очень интересно. А если нет, тоже напишите, захотелось ли вам попробовать после моего ролика. Ну а чтобы вам проще было выбрать, я подготовил небольшой бонус, удобную инфографику об этом вине. Ее можно скачать по ссылке в описании к этому видео. Ну а если вы не хотите пропустить новые еще более интересные видео на этом канале, подпишитесь и кликните на колокольчик. Также обратите внимание, что под этим видео есть кнопка поделиться. Поделиться нашим видео с другом – это не просто поддержать наш канал. Главное, мы с вами распространяем настоящую винную культуру. Это дело, согласитесь, благородное. Мы ведь делаем ну совсем, 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 совсем другой канал про вино.